написали знаете на этом на ю тубе там все время что-то пишут говорит что за бомжатник где вы собираетесь какой страшный ковер зачуханный и вообще обстановка да конечно верующие привыкли таких на эти святых местах где муха не летает а ну а это место да это рок-клуб тут собираются худшие из худших там название групп висят в подсобке которые тут даже в эфире нельзя сказать название это будет оскорбительно для ушей некоторых но разве господь ходил только по святым местам он как раз таки и шел в самые темные места мы там я расскажу для то есть зашли когда сюда и зашли в туалет и там кровь кому-то было плохо такое ты не встретишь в церковном туалете это же экзотика поэтому хорошо слава богу мы находимся в самом лучшем месте в этом городе где надо быть церкви под землей среди металлистов панков неформалов и и и же с ними и знаете хорошо здесь хорошо ковер замечательный мы планируем сюда благословить новый а может и не надо может и надо чтобы этот ковер вызывал изжогу в религии потому что привыкли все должно быть золотое все красивое яркое чистенькое храни нас господь от этого лицемерия и так время отлично о чем если не скажу это парадокс что такое парадокс ну что-то противоречивое это так не должно быть но так есть и сразу скажу опять же нигде такого не слышал поэтому не могу сослаться на именитых и сказать вот об этом говорил сам поэтому камни если полетят то полетят в по адресу но это то что я вижу спустя спустя ну сколько вот девяносто четвертом году я впервые услышал от моего отца что есть такой иисус которому что-то от меня нужно и и вот 30 сколько 30 лет да уже с тех пор прошло и вот за 30 лет до чего я дожил прочитав массу раз библию я не знаю сколько раз я прочитал ну может быть 50 или за сколько вот можно не 50 не прочитал что загнул но если раз в год прочитывать то вот 30 раз но какие-то книги по 50 точно сейчас читаю левит замечательная книга вообще все в тему все одно к одному просто надо читать ее духом но не об этом суть вот до чего скажем я дошел прослушав прочитав у меня есть книжная полка там книги вот все да вот что на выходе к чему ты пришел кто-то спрашивает да вот алексей спрашивает ну и к чему ты пришел а я рассказываю послушать чуть-чуть не спешить но я начну не с парадокса а с такого замечания что спустя 30 лет я могу сказать точно грешат все до одного все до одного грешат верующие люди кто говорит что он без греха лжет все ладно там знаешь мы кто ты я видел лучших из верующих лучших на которых равняются грешат по-разному конечно по всякому не не так очевидно грехи некоторых явно некоторых нет ты ж не можешь внутрозали но по если с человеком чуть-чуть рядом потереться с любым банихином с любым ледяевым и шиповаловым и сейчас уже даже их пример не приведешь уже попритыкались обо всех не знаю вот есть какие-то был там ладно о плохом не будем с кем бы ты рядом не пожил месяц месяцок такого насмотришься и на слушаешься я будучи с двумя с двумя ну как помазанники да вот был в одном месте с двумя такими но один прямо вообще звезда второе поменьше звездочка ну и я там кризна в качестве и мы были несколько дней вместе и я сказал братья я так рад что этого никто не видит и не слышат что тут происходит что вы делаете уже они мочили такие вещи что слава богу что ты не записывал никто скрытые и груб понимаете чтобы это вы но я не притыкаюсь потому что я знаю что грешат все а у людей есть иллюзия супер то есть почти иисус я смотрю на тебя и вижу вот какой иисус грешат все и это то что я могу сказать точно в той или иной мере опять же понятно что кто-то там совсем уже с катушек слетает там нюхает курит и вливает себя все что хочет другой грешит так потихонечку иногда приходится и думаешь ну как бы верующий уже освещенный очищенный где-то там с человеком занимаешься чем-то какая-то экстренная ситуация как заматериться вот уши сворачиваются и такой испанский стыд думаешь что сказать вообще как отреагировать это раз то есть держите это в уме у всех людей есть плюсы и минусы понимаете плюсы и минусы у кого нет минусов то это вот все вот это я совершенный во христе меня больше нет плоти греховной мне больше нету войны духовной я все я во мне христос я не могу до тех пор пока его шкуру не коснуться жестко так за жабры не возьмут вот это так работает комфортной обстановке а когда подходит кто-то перед ним влазит в очередь вот так его отпихивать даже не забирай ничего вдруг человек понимает его в нем еще греховная плоть есть которая хочет растерзать убить вы знаете вот когда тут стоишь в очереди где-то и кто-то раз и без очереди что внутри ты что спокойно реагируешь на такие вещи что постою до вечера я во мне христос вечность я никуда не спешу не 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 что-то поднимается такое и кто-то скажет не это же не греховно это нормальная реакция живого человека вот об этом я и говорю мы живые все еще люди я не верю что ну потому что не встречал таких те кто вот такие себя строят я говорю мне доводилось со звездищами быть вот в ли и когда в личном общении по-другому то что человек давайте назовем так есть религиозная версия человека мы у нас у всех она есть религиозная версия меня это такая святая настроенная на описание любящая любящая ближних идущая в церковь в основном эта версия вот когда я в церкви я в этой версии когда я ну дома я другой немножечко я ну такого много этого масса можно собирать эти факты одна сестра из нашего из нашего города была раньше школе христа в 90 еще хорошая сестра любящая бога переехала в киев и в церковь большую к одному очень великому известному на тот момент служителю и этот служитель взял ее к себе дом работницы горничной чтобы она помогала дома с семьей с детьми и когда через некоторое время мы узнаем что эта девочка вернулась назад в крым и она не хочет ничего слышать ни о церкви ни о христианстве ни о каком ну и что такое сестра что ведь я такого насмотрелась в этом доме я не верю не хочу ничего вообще никаких служений этих церквей а со стороны человек книги пишет ну никогда не копайте что чего кто насмотрелся мы не надо узнавать храните свои мозги от грязи ну понятно что просто так не срывается человек настолько вообще что кораблекрушение в вере значит что-то там пастор исполнял так вот чтоб таких кораблекрушений не было надо помнить экклесиаст 7 глава я зачитаю экклесиаст 7 глава книга экклесиаст я верю что все писание бога вдохновенно поэтому кто считает что что-то не так с него экклесиаст выключаете эту ну кто там на ю тубе потом будет смотреть здесь того у вас шансов нет выключить откуда начнем откуда начнем экклесиаст 7 глава мы начнем давайте прямо шестнадцатого я чуть хотел позже не шестнадцатого не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым зачем тебе губить себя о вот она вот она я это на себе пережил когда ты начинаешь весь в постах такой весь святости и смотришь кто-то пьет чай или кофе и ты уже его осуждаешь привязаны к этому миру вообще зависимый мне понравилось выражение он стал настолько свят что на земле от него никакого толку такой бесполезный не зачем тебе губиться потому что есть лекарства 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 них неприятно не предавайся греху вот оно и не будь безумен зачем тебе умирать не свое время это не значит что а ну раз так что я что хочу то делаю умрешь раньше времени все просто хорошо если ты будешь держаться одного не отнимать руки от другого потому что кто боится бога тот избежит всего того и вот интересно дальше мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей которые в городе вот здесь этот стих затесан как затесался между темой такой казалось бы не сильно как бы в духовной войне или какой-то там вот фундаментализм но он здесь не случайно нет человека праведного это следующий стих который на земле нет человека праведного на земле здесь не написано что нет праведных в принципе нет праведного который бы делал бы добро и не грешил бы вот я к чему мы все праведны во христе но мы грешим кто-то мыслями словом желаниями это не всегда там набухаться пойти на колодца накуриться наблудиться это может быть что угодно внутри помыслил сделал так говорит иисус ну и все что вы не мыслите никогда ничего плохого ну иногда бывает о похоти каким-то вещам о ненависть о непрощении если вы не простите отец не простит вас это это ли не грех который может убить непрощение а гнев а какие крики в домах у людей верующих у пастырей о скандалы и прочее 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 один господь знает в один момент времени я помню что я услышал как один пастырь ну как он не по служителя ты даже не знаю был ли он пастырь служите для меня очень очень влиятельный на мою жизнь то есть через него очень я много в 90 получил и я услышал что он впал в гомосексуализм гомосексуализм это не покурил просто это и я был я вот чуть-чуть был тоже от кораблекрушения в вере если он упал а шо мы-то я помню что я как-то лежал плакал такое было состояние зачем тогда вообще верить зачем это все и на какой-то долю секунды господь показал мне картину я это не могу объяснить по-человечески это можно только поймать вот по им если вы поймаете как будто бы вам даже это меньше секунды на какую-то мили-мили секунду я увидел как бог видит всех своих детей и все их минусы вот я об одном узнал и мое сердце разрывалось а там миллионы которые грешат я ощутил я вот если это бы длилось дольше можно умереть можно вообще потерять смысл в жизни я понял как сколько у бога любви и милости все это постоянно видеть он же знает нас не по религиозной версии аминь аминь нет человека праведного на земле который делал бы добро и не грешил бы поэтому не на всякое слово которое говорят обращай внимание чтобы не услышать тебе раба когда он злословит тебя ибо сердце твой знает много случаев когда ты и сам злословил других вот о чем это все когда ты на кого-то пеняешь он такой грешник он такой плохой сердце твой знает когда ты и сам косячишь итак бог знает нас со всеми нашими плюсами и минусами еще к парадоксу подходим и он имеет дело с настоящими нами они с религиозными версиями со мной бог имеет дело не с юрой который на служение приготовился чистые мысли почитал библию там не грешил особо думаешь ну нет завтра служение надо как-то вот хранить уста не ругаться не гневаться тем более тебе же еще и проповедовать да как этот вспоминаю иногда когда сынок вставай сынок вставай тебе на церковь надо идти как я бужу иногда дома детей сынок вставай надо идти я не хочу ни в какую церковь мама отстань ты не можешь не пойти ты пасты этой церкви вот это вот а одевает религиозную версию сам не хочет ведь это часто происходит когда и мы вот съездили в краснодар не знаю может будут они слушать не будут познакомились там с одной церковью и пастор сказал знаешь меня сюда поставили а я и не сильно хотел братья сказали нам бог сказал а тебе бог сказал что ты пастырь да нет ну братьям же сказал мне удобно было и вот он говорит ну как-то вот не складывается нету радости от этого вот я тяну как-то и в семье согласия нет по этому поводу конфликты ну и что мы там побывали и церковь благополучно закрылась апостолы не только открывают ну и закрывают тоже и человек я смотрю счастливый пишет какие-то такие и откровения свои уже вы просто в интернете живет ну но если нету этого зачем это тянуть и насилы кому это надо богу это надо такое что если не от сердца и так бог имеет дело с настоящими нами они с нашими религиозными версиями и вот к парадоксу парадокс следующим я такого еще расскажу не слышал может вы слышали но к этому вот я пришел за 30 лет может я не туда шел конечно же он звучит так ты на земле благодаря своей греховной плоти мы все на этой земле благодаря нашей греховной плоти парадокс парадокс или нормальная тема то есть каждый день о таком слушаю надо объяснить правильно если на этом мы закончим то через неделю продолжение почему потому что убери ее и ты станешь совершенно совершенным вот убери из нас греховную плоть и мы будем совершенными полностью то есть все 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 процессы в тебе мгновенно остановятся и ты окажешься в вечности все здесь здесь невозможно нет никакого ты не сможешь здесь функционально находиться а в вечности уже ничего нельзя изменить нет ничего нового нет никаких приношения плодов познания развития роста и так далее этого ничего нет все что вошло в вечность таким остается навечно откуда вот эти все наши все эти борьба наши эти бесы лезут мысли лезут желания то лезут то вылазят то вначале залезут потом вылазят и вот это вот все это греховная плоть апостол павел говорит бедный я человек а давайте туда прям заглянем кто помнит где римлянам шестая голова и когда павел он об этом говорил кстати и ему судя по всему задавали вопросы так что оставаться во грехе чтобы умножилась благодать вот да мозг человека так устроен слушай ну если умножился грех стало призабирывать благодать значит по логике надо побольше грешить брат что ты там давно хотел что нибудь там куда нибудь там не давай чтобы благодать а павел говорит никак и вот это парадокс так и что тогда делать потому что ну скорее всего если бы есть же верующие которые 30 и 40 и 50 лет верующие а все равно грешат ну вот странно уже можно же было как бы есть такие что да уже не могут грешить физически какими-то грехами но внутри там такая просто надменность над всем что ты подойти боишься к человеку всякие есть грехи грешат это говорит о том что плоть все еще имеет место так она же умерла мы же во Христе умерли сейчас к этому подойдем вот о чем вообще речь итак где мы римлянам 6 глава так где это это не здесь ребят это не в 6 главе сейчас мы найдем где он говорит бедный я человек а ну-ка найдите пожалуйста у кого есть 7 глава 24 римлянам ну вот смотрите да 7 глава 14 стих ибо мы знаем что закон духовен а я плотян продан греху говорит апостол я уже читал версии он что-то это не то он имел ввиду это он как бы говорил но это иносказательно ну так можно что угодно вообще развернуть ибо не понимаю что делаю потому что не то делаю что хочу а что ненавижу то делаю если же делаю то чего не хочу то соглашаясь с законом что он добр а потому уже не я делаю но живущий во мне грех ибо знаю что не живет во мне то есть в плоти моей вот это важно не живет в плоти моей доброе потому что желание добра есть во мне но чтобы сделать его не нахожу, не могу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущего мне грех. И так я нахожу закон, что он, когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон. Да даже вот до такого, где бы я с кем не был, с каким бы я не был на каких-то мероприятиях, служением, служителем, я имею в виду, те, на кого равняются, да каждый тянет одеяло на себя, ребят. Каждый служитель, он не бегает и говорит, ой, Коля, Коля, что бы вот тебе вот хотелось, давай я сейчас вот тебе что-то благословлю, чтобы ты домой привез. И он говорит, так, что бы мне домой взять своим деткам. Он не переживает за моих деток почему-то. Эгоизм. Что мне будет? Сколько мне с этого упадет? Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги? Ребята, я и такое слышал. Ну, только там не Остап Ибрагимович. Я... Когда мы будем делить деньги? Это мне служитель говорил. Так что, ребята, не питайте иллюзий. Так, что-то здесь, вон в другую сторону. В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Вот дальше он говорит, благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так, тот же самый я умом моим сложу закону Божию, а плотью закону греха. И так, нет ныне никакого осуждения. Это у нас главы, а он писал без всяких глав, никаких глав нет, это сплошной текст. И он рубит сразу с плеча. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. И вот тут большая разница между рожденным свыше и нет. Плоть есть у всех, но у рожденного свыше есть дух возрожденный. В чем разница между рожденным свыше и нерожденным? Для рожденного свыше грех – это что-то чужеродное. Для рожденного свыше грех – это что-то, что его огорчает, что-то, что хочется, знаете, как на тебя села какая-то зараза, хочется скорее избавиться от этого. Вот что грех для рожденного… при том, что он грешит все еще ими, этим грехом. Но для него это чужое. грех для рожденного свыше – это его среда обитания. Он, а грешник не рожден, он живет во грехе. Это его среда обитания. Как рыба в воде, так грешник живет во грехе. У него нет мысли, что это неправильно, что это может быть по-другому как-то. Он радуется и получает удовольствие от греха. Но рожденный свыше не сможет получать удовольствие радоваться греху. Потому что все его нутро испытывает отвращение к этому. И когда рожденный свыше согрешает… А Иаков или Иоанн пишут, «Все мы много согрешаем, даже в слове». Сколько… Вот недавно там есть одна тема «Зре» – это «Слове». Сколько греха мы в слове допускаем, в словах, в пустых, бессмысленных, раскидываем их направо-налево. Легко можем оскорбить. «Ты дурак, ты козел, ты тупица, ты тварь, чтобы ты сдох». Вот это вот все… Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, а в слове согрешают почти все. Со временем хочется больше молчать, чем говорить. Для… То есть для грешника грех – это его родная среда. А для рожденного свыше грех становится чужой. Вот как рыбу вытащить на сушу. Она умирает там. Вот какая разница. Если у вас это есть, вы рождены свыше. Это не значит, что вы никогда не согрешите больше в своей жизни. Согрешают. И что-то мне подсказывает, что это будет продолжаться до вечности. Борьба. Но именно благодаря нашей греховной плоти, это парадоксально, мы познаем Бога, возрастаем, приносим плоды, учимся побеждать, получаем на небесах, растет наследство. Говорит, собирайте, богатейте в Бога, растет счет. Венец готовится. Благодаря вот этой постоянной борьбе. Прежде всего, внутри себя самого. Убери это. И мы… Все, мы попадаем в нирвану. Ну, я в кавычках говорю. Как это называть? Дзен ловим. И все. А в вечности ничего нельзя. Вот как попал, так и останешься. Ничего не успел, значит, просто спасенный, но ничего не успевший. Как вы познаете Бога? Проходя. Мы говорим, вот я прошел что-то, и я познал больше Бога. Пока все было хорошо, спокойно, прежде страдания моего, и его впишет, я заблуждался, а теперь же вижу ясно. Проходя что-то, неприятное, нежелательное, мы познаем Бога, как никогда. Когда мы еще можем познать его милость и любовь, как не тогда, когда мы в ней нуждаемся, реально. И вот на что Господь смотрит, я на этом закончу. Он смотрит на то, что внутри у тебя, если твое сердце право перед ним. или мое сердце пытается обмануть его. Или я вообще в Бога не верю, я бросаю какую-то кость туда, чтобы он был доволен, десятину какую-то там брошу. Я аж попел, давай теперь, если ты там есть вообще, благослови меня. Или же я играю в эту игру. Это, конечно, сложно, но это есть. Когда я такой на служении, вот есть хорошая песня у этого, Genesis группа, знаете, там, она называется по-другому, но он, там такие слова, что Jesus in my life, он показывает проповедника, который на служениях, там, исцеляет больных, там, а потом едет там и гуляет там коньяки, женщины там эти, сигареты, наркотах. Это вот, вот это лицемерие, которое хуже всего. Что нам делать с самими собой? Да принять надо самих себя, как Бог нас принял. Он, смотрите, вот на чем закончу, поймите, когда Бог что-то, вот Бог вам делал что-то когда-то в жизни? Давал, показывал, наполнял, вот было, что наполнял вас своим присутствием так сильно? Он это делал с человеком, со всеми его плюсами и минусами, а не с религиозной версией. Не с каким-то вот клоном Юры, который для церкви. Он наполнял меня со всеми моими грехами, которые я еще совершу когда-либо в жизни. Вы бы когда-нибудь имели дело с человеком, о котором вы знаете, что он сто раз вас предаст? Вот вы заранее знаете, он сто раз вас предаст в год. Нет, мы бы сказали, да иди лесом ты, такие друзья, зачем? А Бог с нами имеет дело, зная, что мы его предадим. Оправдывается ли тогда, оправдывается ли грехи? Нет, мы оправдываемся только Иисусом Христом. И вот кто во Христе, тот новая тварь. Павел говорит, знаю, что не живет во мне ничего доброго. И он, помните, даже Павел такой сказал, и хотя я ничего не знаю за собой, но я тем не оправдываюсь. То есть, даже если в какой-то момент я осознаю, что я сейчас в такой форме духовно, я вообще не грешу, и я все равно этим не оправдываюсь. Потому что мое оправдание Иисус Христос. А Иисус Христос мое оправдание не только, когда я религиозной версией облечен в молитвах, постах, а тогда, когда я злой, скупой, жадный, какой-нибудь похотливый. То есть, вот такой вот я, он тогда тоже мое оправдание. Потому что он оправдание для всего меня на всем дни моей жизни. Пока я с ним в завете. Аминь. Спасибо тебе, Господь, за твою кровь, за милость, за то, что ты искупил нас, за то, что в тебе столько много любви к нам, к людям, за то, что ты терпишь и даешь нам еще день, еще день, еще день, чтобы преодолевать, меняться, проходить что-то. И мы благодарим тебя, Господь, что дней, которых ты отмерил нам, их достаточно для того, чтобы мы принесли плоды и вошли в вечность через ворота, вошли как победители твои, как твоя Хаиль, твоя невеста. И мы молимся, чтобы нам так наблюдать дни наши, чтобы приобреть сердце мудрое. Слава тебе за все, наш Господь. Аминь. Я чувствую в конце сказать, раз уж тема такая парадоксальная, это вопрос, мы вот на шабате, я говорю, я во сне услышал вопрос, во сне мне задали вопрос, Иуда исполнил ли волю Божью, предавший Иисуса. И вот такой вопрос некто, негде задал во сне мне. Я во сне, я как бы отчасти получил ответ, но сразу я не смог сказать, ответить. И если подумать так, что Иисус должен был это все пройти, он на это пришел. то есть и об Иуде предсказано было, и он знал изначально, кто предаст его. Но с другой стороны, это сын погибели, и о нем же сказано, лучше ему не родиться. Да, тоже, то есть его никто, его никто не оправдывает тем, что он, да, он по сути исполнил определенные замыслы, послужил. И знаете, что в этом, я когда в этом сне находился, после этого вопроса мне пришла такая мысль, что невозможно не прийти соблазном, но горе тем, через кого они приходят. То есть Ишуа все равно бы прошел крест и без Иуды, и без предательства, он бы все равно туда попал, его бы все равно взяли, поймали. Но Иуда послужил, вот он как бы попал туда, в этот. Это к чему я говорю? К тому, что можно сложить лапки и думать, ну если все так, то что там, плывем по течению, можно как Иуда закончить. Все равно все исполнится. Со мной или без меня, или награда, она не будет просто так раздаваться. Вот те, кто, я вижу, ну это что, я война, вот я как-то написал, я война. И думаю, откуда это взялось? Это в духе прописано. Что нужно делать воину, чтобы не проиграть? Продолжать. 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 Сколько продолжать? Да сколько надо, пока не умрешь? Продолжай. Не, вот как только сдался, все, ты побежден. Больше ты не война. есть те, которые обречены, ну не те, все обречены на войну духовную, до прихода Иисуса Христа. И эта война внутри нас самих тоже будет происходить в том числе. И враги будут встречаться все более и более по нарастающей. Все об этом вокруг говорит. Но если я где-то пропускаю удар, проигрываю какую-то битву, знаете, как религия мяучила. Все. Теперь тебе Господь ноги переломает. Теперь заболеешь раком и сдохнешь. Все. Все, забудь, что ты там к Библии тянешься, забудь никаких откровений. Вот это ложь, мерзкая, отвратительная. Потому что когда я падаю, Господь со мной точно так же, как и когда я здесь стою, пою. ничего не меняется в его отношении ко мне, потому что я во Христе. И когда я падаю, да им наоборот бежать еще со всех ног надо к Богу. Никогда он не иди, иди, фу, помойся. Никогда этого не будет. Это религия такая. Это в церкви тебе могут сказать, от тебя воняет табаком, выйди. Братья притыкаются, они так хотят курить, а им нельзя, и тут ты воняешь. Вот почему-то есть, ну, в конце такое, есть ситуации в жизни, которые запоминаешь на всю жизнь. Эта ситуация в 95-м году была, ого, сколько времени. Мы сидим, христианское кафе, кристалл-клуб на Чехово, кто знает, уже его нет. Христианское кафе, Дима Крюковский там вышибало и одновременно евангелист работал. То есть Дима сидит там какие-то, мы разбираем Библию, какие-то сестры баптистки пришли в косыночках, ну, мы подростки, там, 16 лет или сколько мне было. Сидим такие, вот эти все такие, ух, и заходит Витя, но не этот, другой был, вот Виктор, они умеют, бас-гитарист христианской группы Карван, Дябин, да, заходит Витек с бутылкой жигулевского пива, жигулевская прямо, ставит, там достает Библию, ставит, говорит, ребята, будете? И вы такие, нет, сестры баптистки вообще в осадок выпали. Он говорит, ну, отлично, мне больше достанется. И начинает пить это пиво, сидеть вместе с нами. И вот думаешь, ну, Иуда, Иуда, по-любому, грешник вообще, грешник. Но иногда вот такие вещи, они вышибают эту дурь религиозную из человека. я пиво ненавижу и не пью его, и не советую никому, но иногда вот через такое, ну, мы к этому, ну, сколько можно вот это вот, эту, вокруг, о, теперь все, этот грешник в ад пойдет за то, что он пиво выпил. Вот это религия. А ты в ад не пойдешь за то, что ты его осудил за это? Как насчет этого? А что, теперь можно пить пиво? Да пей, упейся, да, вот упейся уже этим пивом, если хочется. Никто никого не держит. Это мое с Богом. Пью я пиво или не пью, это не ваше дело. Это мое с Богом. И если мое сердце неправо, значит сопьюсь. Сопьюсь и умру не в свое время. Такая тема, видите, она очень скользкая, но надо выходить из вот этого религиозного маразма, где ты за любой проступок ты уже ждешь, что Зевс метнет молнию. Зевс, ну как бы Саваоф, но Зевс без разницы. Молнию метнет и ребенок у тебя под машину попадет из-за тебя. Сволочи такой. Что это за Господь? Ладно, надо заканчивать этот парадокс, пока вы не ушли в еще большее, потому что есть еще большее. Но если мы честны с Богом, Он всегда и откорректирует там, где мы вот где-то еще ловим диссонанс какой-то. на этом аминь, всем вам радоваться, преуспевать. Весна, зима кончилась, миновала, впереди тепло, солнце и очень тяжелые дни. Потому что лучше уже не будет. Мы просто адаптируемся и с каждым просто, я жду какая следующая волна. Пандемия, война, что следующее? Очень похоже, что голод. Очень похоже, что экономический какой-то шикарный экономический кризис мировой впереди. Поэтому не собирайте себе сокровищ на земле. Все просто. Используйте сейчас сокровища, чтобы когда экономический кризис придет, капало с невестного счета. Земные счета, вот она у тебя есть, у вас есть земные счета? В телефон зашел, у меня там два нуля добавилось. А это ничто, это пустота. Завтра интернет отключили, нет, даже банк не закрылся, просто интернета нет, и все, и ты не покушать, ничего не купить. А если эти нули вложить куда надо, то оно начнет, ну, вороны принесут, если понадобится. Мука в катке не будет прекращаться. Все, там другие законы просто работают. Но пасаран. Аминь. не будет Не будет пасаран. 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 Продолжение следует...